Приветствую вас, я так понимаю, что зовут вас Свердлов Свердлана. И давайте пока определимся с тем, что вас зовут Свердлана, пусть это будет показак. Пока. Если честно, у меня есть такое ощущение, что я вам уже отвечал на вопрос подобного типа, и отвечал не один раз, и я не знаю, конечно, выбирали ли вы лучший ответ или нет, но мне вы не писали штучно ни разу в ответ на мой ответ вам. Поэтому совершенно непонятно, с какой целью вы задаете вопрос свой, и какой он у вас вопрос. Потому что никакого вопроса вы не задаете. Чего хотите от специалистов, в принципе, тоже не совсем понятно. Но одно я могу сказать вам совершенно точно, что если вы ходите к психологу сейчас, то с ним и нужно обсуждать то, что вы написали. То есть не очень это хорошо, что вы, ходя к психологу, обращаетесь еще и сюда. Потому что это сбивает вас с того плана, который для вас приготовил ваш специалист, ваш психолог. Если вам кажется, что не помогает терапия, то вам нужно обратиться к другому специалисту, или поговорить со своим психологом о том, что будет мне помогать. То есть как-то обсудить с тем человеком, который вас ведет, да, условно говоря, те проблемы, которые вас беспокоят сейчас. Дальше. Глобально я думаю, что вы склонны подавлять свои эмоции и склонны обмештенивать их, и склонны перекладывать ответственность за свои ощущения на других людей. Ну, по поводу того, что вы склонны подавлять свои эмоции, я думаю, что здесь ситуация в комментариях не нуждается. Потому что есть ваш текст, это, по сути, про депрессивное состояние. Это про постоянное зажимание себя, зажимание своих желаний, зажимание своих чувств, какой-то не свободы. Позиции жертвы. Здесь я предлагаю вам посмотреть треугольник Карпмана и так далее. То есть вам здесь рекомендуется работать с чувствами и научиться их выражать. Что касается перекладывания ответственности, то здесь довольно интересная ситуация, я вам сейчас постараюсь ее, значит, ну как бы озвучить. Так, значит, я видел, так, значит, вот, вы пишете, что мы всегда был склонен к критике меня, не то приготовила, не так посмотрела на маму уже 9 лет вместе, а меня это до сих пор ранит. То есть вы достаточно болезненно реагируете на его критику, на критику мужа. А вот, своего, на мой взгляд, это нужно скорректировать. Потому что есть некая такая безответственность в том, что вы вот как бы ждете от своего мужа, что он, например, либо перестанет вас критиковать, либо, что просто само собой все это изменится. На самом деле это не так, на самом деле нужно разбираться, почему вас ранит его критика, почему вы так достаточно, ну, достаточно болезненно реагируете на его критику, в чем, условно говоря, вы не уверены в себе и почему вы не уверены в себе. Вы работаете отношение к самой себе достаточно адекватное, достаточно устойчивое, чтобы вас, с одной стороны, не задевала реакция вашего мужа на вас, чтобы, с одной стороны, вас это не задевало. А, с другой стороны, чтобы иметь более, ну, более такую, более полное представление, о себе и мне кажется, что к этому вам нужно подходить. Мне кажется, что в эту сторону вам нужно смотреть вам, ну, по направлению к этому вам нужно двигаться. Вот. Дальше. Значит, ну, понятно, что есть причины, по которым вы с первым мужем расстались, есть причины, по которым у вас там ничего не сложилось. Вот. Ну, это касается того, что вас ничего не интересует, вот, то у вас, конечно, идёт подавление своих чувств, да, у вас идёт подавление своих желаний, вот, и... и... с этим... так же можно и нужно работать над тем, чтобы... собственно, реализовывать ваши желания, ваши потребности, вот, чтобы вы учились слышать их, чтобы вы учились распознавать их, вот. Сейчас вы этого не умеете, конечно же. И в этом контексте, наверное, уместно вам было бы порекомендовать книгу Федерико Сперл за практикум по гестарт-терапии, вот. И... значит... Соответственно, эта книга поможет вам, ну, может вам помочь, начать, хотя бы разбираться со своими чувствами, вот. Слышать свои эмоции. То есть вы себе, на мой взгляд, ставите, ну, такую достаточно... Эм... даём какую задачу, вот. Решить... эм... Сразу... свою проблему. Эм... эм... сразу... эм... проблема не решается, вот. Эм... сразу... никак не решить то, что вы находитесь, собственно говоря, годами. Вот. Поэтому, эм... поставьте себе цель для начала, разобраться в том, что вы хотите, и что вам нужно, в принципе. А там дальше уже будет, эм... более-менее... понятно, куда двигаться дальше. Обязательно, вот... обсудите, эм... со своим психологом, эм... то, что вас беспокоит, то, что вы чувствуете. Обязательно обсудите это, и, эм... дальше уже решите, что делать. Либо вам нужен другой специалист, либо вы, эээ... со своим специалистом, эээ... что-то будете менять, в эээ... своей работе. Ну, вот, в том подходе, который он выбрал. К вам. На этом всё. Я надеюсь, что, эээ... мой ответ вам помог. Если вам понравился он, эээ... буду благодарен за его оценку, в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.